Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето-бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. Ну, сегодня я просто расстаралась. С самого утра у меня что-то какие-то кулинарные, настоящие пошли фантазии, следующие, обусловленные покупкой вчерашнего творога. Давно я, кстати, творог не использовала, не покупала, не ела. Реально, что-то давно уже, несколько месяцев точно. Не потому, что его нельзя, как бы, в принципе, ну, мне, как старому кетознику, тем более, ну, а потому, что просто я его, в общем-то, не особо-то и, как бы, продукт для меня вообще бесполезный. Я вот самого творога, честно сказать, не чувствую вот сытости, вот, когда я просто ем творог. Я от него ещё больше только есть хочу. Но, естественно, его можно использовать не только в прямом виде. Кстати, я вчера на ужин съела его просто вот именно так. Но, правда, со смородиной перемешала и со сладеньким эритритиком это всё сделала на ужин. Потому, что я вчера, кстати, очень сильно не доела белка. Но творог же можно использовать как часть каких-то блюд, то есть ингредиенты для чего-то там. В частности, то, что я сегодня сделала, это выпечка с творогом. Именно из творога, из покупки творога. Вообще, кстати, я собиралась сделать плавленый сыр, когда покупала. Но в итоге... Нет, я, наверное, сделаю, потому что творога ещё осталось. Но что-то у меня фантазия пошла, 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 пошла. И в итоге получилось именно то, что получилось. Но сначала всё по порядку. Ем я по-прежнему на 2000 килокалорий в день. И перед вами 900 килокалорий. И ещё 100 килокалорий был, как обычно, сейчас завтрак. Ну и в частности, капустный салат, продолжение. Не знаю уже, какая порция. Его ещё как минимум там на завтрашний обед точно хватит. Надо, кстати, посчитать будет в итоге, сколько порций у меня получилось. Фэтсикрет мне выдаёт и сколько они в реальности по весу выходят. Так, и капустный салат, там огурцы, морковка. Если что, в позавчерашнем видео, в первом закреплённом комментарии всё подробнейшим образом описано, что в этом салате входит. Ещё это здесь пищевые дрожжи. Пищевые дрожжи есть. Ссылка в описании под каждым видео на сайт iHerb. А если вы не в доступе к iHerb и американским сайтам, то это набирайте в поисковике в любом. Просто пищевые дрожжи. И вам будет счастье, потому что их на самом деле дофига и больше. Всяких разных. Я имею в виду именно вот как добавка витаминов группы В. Я сейчас их принимаю, если что, одну столовую ложку в день в профилактических целях, так сказать, для восполнения этих самых группы В. Ещё сегодня я жиры в основном догоняю. Это я это посчитала как варёно-копчёная корейка, хотя на самом деле это сделано в мультиварке. Не знаю, что. Короче, жирный-жирный такой, прям жирнючий. Ну, наверное, 50 на 50 жир и сало, и, соответственно, мясо. При этом делается всё просто. Соль, специи в мультиварочку очень быстро готовится. Сало, оно вообще, в принципе, быстро готовится. И, как ни странно, ем просто вот как крем-брюле, честное слово. Я даже это дело, вот видите, оно, ну, подтаяло, в смысле, что оно из холодильника, но при этом я это всё не растаиваю. Прям вот этот вот, прям вот этот вот жирочек, прям, не знаю, прям ложками ем, короче. Вот, и сегодня я приготовила вот такое замечательное, он ещё парится, дымится с полужару. Вот такое, не знаю, пудинг, рыбно-яичный, наверное, пудинг. Пудинг, короче, это Алиса. Алиса – это пудинг, если что. В общем, что здесь? Здесь на эту порцию два яйца и 150 грамм карасёвой, самой, что ни на есть банальнейшей карасёвой икры. Ну, посолить там, не знаю, специи по вкусу. Ну, взбила это всё в блендере, то есть в этой самой штуке, которая всё вот так вот, даже и не сильно-то и взбивала, короче. И на горяченькую сковородочку, смазанную сальцем, всё это дело вылила. Буквально там, не знаю, пять минут не засекала, всё это готовится. Под крышкой, очень быстро, очень вкусно, конечно, я это уже точно попробовала. Вот, и, короче, сплошной белок и жиры, и, в общем, очень даже самое, что ни на есть, китозное блюдо. Ну, и вот самое главное, мой утренний сегодня подвиг. Это я сделала вот такой, наверное, это можно назвать тоже брауни. У меня какой-то сегодня английский обед вместе с пудингом. То есть, короче, здесь без муки, конечно же, абсолютно без сахара сделана вот такая красотища. Получилось в итоге четыре порции. Я сейчас съем на обед, конечно же, вот один такой кусочек. Причём, хочу сказать, что это абсолютно китозно всё. И там углеводов там вообще символическое количество. Жиров там очень-очень много. И белка там, ну, даже, я бы сказала, даже маловато. Ну, то есть, в принципе, это в любую, даже строгая кета, это дело штука впишется. Вот такая красотища. И как это всё я делала, будет отдельное видео на канале, скорее всего, завтра. Поэтому подписывайтесь, если вы ещё не подписались. Поставьте мне лайк, пожалуйста. Напишите мне что-нибудь в вопросах. Какой-то вопрос и предложение в комментариях. И вам огромное спасибо, если вы смотрите вообще мои видео и заходите на мои все каналы. У меня есть ещё один канал, Мистик Магический, который совершенно не кета. И вообще-вообще-вообще не рядом, как говорится, с этим всем. Но гораздо-гораздо любопытнее. Советую заглянуть, посмотреть хоть пару видео, посмотреть. Ой, ну, в общем, короче, будет весело. Кета рулит. Магия вечна. Всем привет, пока-пока. До встречи на моих каналах.